Маленький шаг для полки, большой шаг для человечества. Мы долго готовили и, наконец, выпустили материал о детском чтении. Вернее, об истории детского чтения, о том, какими этапами развивалась детская литература, какие эпохи менялись в ее истории и как вообще все это развивалось в русскоязычной литературе. Надо сказать, что о детском чтении и на полке, и в подкасте, и помимо полки мы говорим очень много, но, как правило, речь идет о наших любимых книгах. Ряд этих книг известен и достаточно предсказуем. И если посмотреть на всю эту историю в развитии, то окажется, что за дичайшим исключением этот ряд возник где-то с 50-го по 80-е годы. Это всего-навсего 30 лет. Довольно небольшой период в истории страны и в истории литературы, а до него и после него было тоже много всякого неожиданного. И когда ты начинаешь смотреть на эту историю в развитии, оказывается, что менялась не только литература, менялись взгляды на то, что такое ребенок, что такое детство, как с детьми разговаривать, что детям должно быть интересно. И вот эти изменения и оказываются, может быть, самыми интересными в этой истории не только названия каких-то забытых или малоизвестных книг, но вот эти смены парадигмы, то, как меняется взгляд на детство и то, как меняется разговор о детстве в разные эпохи. Вот об этом мы сегодня и хотели бы поговорить. Но прежде чем мы начнем наш разговор, я бы хотел немного проанонсировать следующий наш подкаст. Дело в том, что впервые в истории полки и разговоров о литературе, которые мы тут ведем, мы решили наладить какую-то обратную связь. Мы хотели бы выпустить подкаст по вопросам наших слушателей. Мы хотели бы узнать, что интересно именно вам, о чем вы хотите нас спросить, о чем вы хотите узнать, что вам нравится, а что не нравится, что мы могли бы рассказать в таком довольно быстром режиме, в рамках подкаста, из того, что вам интересно. Эти вопросы вы можете присылать на адрес полки любыми возможными способами. Наверное, самые доступные из них — это написать личное сообщение в один из аккаунтов полки в Фейсбуке или ВКонтакте. Впрочем, если вы напишите просто комментарии под любым нашим постом, то мы тоже их обязательно прочтем. Можно также оставить комментарии на странице подкаста в Apple или в Яндекс.Музыке или на той платформе, где вы слушаете подкасты. Мы тоже это обязательно увидим. И второе. Мы представляем сегодня наших партнеров. Подкаст «Так вышло». В каждом выпуске подкаста «Так вышло» журналисты Екатерина Крангаус и Андрей Бабицкий обсуждают сложные этические случаи, странные ситуации, в которых оказываются современные люди. Вообще говорят о том, как меняется нынешняя мораль. А в новом сезоне подкаста «Так вышло» они будут говорить о главных ценностях и базовых понятиях этических дискуссий. О любви и равенстве, о милосердии и лжи, об ответственности и чести. Подкаст «Так вышло» выходит по пятницам. Мы оставим ссылку на него в описании. Привет! Это подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. Катя Андрей Бабицкий. Каждую неделю в этом сезоне мы будем обсуждать базовые ценности. Мы подумали с Андреем, что все споры рождаются из-за того, что люди не договорились о самых базовых ценностях. Мы поговорим о прощении, милосердии, любви, равенстве, справедливости и всяких других важных вещах. Слушайте нас каждую пятницу в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. Ну что, начнем. Давайте поговорим о том, что вас больше всего поразило вот в этой истории, взятой в большом масштабе. Как менялось детское чтение, как в разные эпохи это чтение по-разному понималось и мыслилось взрослыми. Что такое ребенок и что такое книги для ребенка в разные эпохи нашей истории? Ну, я бы сказал, что самым живым моим впечатлением от этого всего, от этой развернувшейся перед глазами истории, стояло в том, что детская литература это обращик развития русской литературы в целом. Например, в том смысле, что поначалу, при своем возникновении, она по существу ничем особенно-то от взрослой не отличалась. И у этого были свои причины. Например, они стояли в том, что русская литература только-только становилась на анги в XVII веке, и язык, которым она писалась, был нов и для детей, и для взрослых. И они, если так можно выразиться, учились читать одновременно. Чем дальше идет эта эволюция, а иногда и революция в детской литературе, тем больше детская литература разнится от взрослой, но и взрослая становится все более разнообразной. То есть, в каком-то смысле, просто начинается все большее цветение, как в литературе вообще, и так и в детской литературе, которая становится вот частью литпроцесса, что ли, которым она долгое время не воспринималась, считаясь какой-то маргинальной областью, пока, наконец, не вступила в свои законные права, и теперь, уверенно, у каждого из нас есть любимейшие книжки, которые мы читали детьми, и которые с таким же удовольствием перечитываем и сейчас. Меня вот поразило то, о чем я сказал уже в начале, то, что весь нынешний детский канон, он появился в достаточно короткое, сжатое время, и что весь он связан так или иначе с детскими мультфильмами или с детским кино, практически все, что входит вот в этот золотой список так или иначе экранизировалось. Наверное, начинается он с Тимура и его командой и заканчивается Алисой Селезневой. Вот, и в общем все эти книжки, которые выдержали испытания временем, они связаны с вполне определенным пониманием детства. Детство как пространство игры, а как такого веселого, беззаботного времяпрепровождения, в котором ребенок, даже если он сталкивается с испытаниями, будь то испытания в школе или в каком-то фантастическом мире, все равно он так или иначе, ну, что ли, находится, ну, в какой-то особой игровой веселой реальности, которая позволяет ему с этими испытаниями, ну, гораздо ловчее справляться. Я бы сказал, что, наверное, появление вот этого понимания детства и этого типа литературы связано с Николаем Носовым и Виктором Драгунским, вот с них вся эта феерия началась. Например, Тимур и его команда, он явно относится к уже предыдущей эпохе, и мы видим, как он, ну, постепенно эта повесть уходит в прошлое. Если там в моем детстве все это еще казалось, ну, вполне таким живым и интересным, то сейчас дети просто предстают понимать, о чем там идет речь. Но такое понимание детства, как ни странно, было не всегда, и книги, исходя из такого понимания, менялись не всегда, и мне кажется, что и сейчас эта парадигма тоже в каком-то смысле уже изменилась. Сейчас ребенок, для которого пишутся нынешние книги, это не тот беззаботный там Дениска или Мишка, который вываливает из окна кашу или, наоборот, варит ее, наблюдая, как она выплескивается из кастрюли. Все это ужасно весело всегда. Нет, сейчас ребенок это нечто другое, но об этом мы поговорим, наверное, потом. Детская литература, она вообще очень связана с восприятием ребенка в обществе, и действительно удивительно, что это восприятие было другим, не таким, как сейчас. Условно, в традиционном обществе к ребенку относились как к маленькому взрослому. Ну, пусть не полноценному, он немного что умел, но в целом у него были как бы обязанности, и детство не считалось каким-то особенным периодом, а скорее, ну, просто по необходимости человек сначала, не знаю, плохо ходит, плохо разговаривает, очень глупенький, а потом как-то он учится ему разуму и становится нормальным взрослым. И любопытно, что и в античной литературе или в средневековой литературе, ну, детей, первых персонажей было довольно мало, понятно, что и детской литературы в принципе не было, но фигурировали, ну, в своем детском возрасте, то они были сразу маленькие взрослые, да, там... Ну, житийная литература, например. Да, да, да. Традиционно начинается с детства святого. И там они уже... С апокрифов о детстве Христа. Да, или, например... Мудрость, младенчество. Да, в античной литературе там Геракл, он там в колыбели убивает там змей, да, которые ему подослали, и совершенно никого не удивляет это. Вообще далеко не всегда детская литература это литература о детях. Мы видим, как в середине XIX века писатели создают, ну, такие, норовоучительные сочинения, исторические романы, воспитывают детях на примерах из взрослой жизни и из всемирной истории, к которым дети должны как-то подтянуться, да. Сам мир детства, в общем, особенно никому не интересен. Детям важно рассказать про там малюткам, как тогда она называлась, да, важно рассказать про равнопостольную Ольгу и вещевого Олега. Ребенок в моей первой русской истории книжка, которая у меня была в детстве репринтная, дореволюционная, это, например, «Убиенный царевич Дмитрий», или, ну, в лучшем случае, князь Игорь, который первым поднимает стрелу и дает, действительно, старт сражению. По поводу традиционного общества, на самом деле, когда мы говорим традиционное общество, первое, что приходит в голову, это такое общество, ну, чуть ли не первобытное, ну, или общество, в котором господствует какой-то патриархальный веками ненарушавшийся уклад. Но вот это представление о том, что ребенок, какой-то маленький взрослый, оно на самом деле такое очень, я бы сказал, восходящее даже к представлению о теле, а не только о душе, да, в частности, существовали разные модели того, как ребенок развивается в утробе, да, и представлялось на разных там гравюрах средневековых, анатомических тоже, что это такой человек вполне взрослый, развитой, хотя, казалось бы, эмпирический опыт рождения этого ребенка доказывает обратно. Интересно, как это представление трансформируется уже в 20 веке на нашей памяти почти, что ребенок это маленький солдат, ребенок это маленький герой, ребенок это маленький строитель коммунизма, или, как сейчас, мы видим иногда, ребенок это маленький силовичок или там биржевичок, но, впрочем, последнее скорее относится к 90-м годам. В общем, это некоторый маленький, не до конца еще развившийся представитель какой-то вполне понятной человеческой модели, до которой его просто надо вот растянуть в длину, да. Тут есть несколько вполне замечательных цитат из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти». Чуковский, собственно, один из тех авторов, которые совершают в русской детской литературе революцию, утверждая, казалось бы, совершенно простые и внятные для сегодняшнего уха, то есть о том, что детство это самоценный период, период, который нельзя портить, в который ребенок совершает гигантскую умственную работу по познанию мира, ему не надо мешать быть собой, быть ребенком. «От двух до пяти» Чуковский, совершая такой небольшой экскурс, возможно, несколько тенциозный в детскую литературу прошлого, рассказывает о том, как ребенка воспитывают в пуританской Англии. Единственное чувство, которое пытались вызвать в ребенке тогдашние книги, был ужас. Вот какие диалоги печатались в изданной американскими пуританами первой книге для чтения. «Хорошо ли тебе будет в аду? Меня будут ужасно мучить. А с кем тебе придется там жить? С легионами дьяволов и мириадами грешников. Доставят ли они тебе утеху? Нет, но весьма вероятно, что они умножат маяцкие муки. Если ты угодишь в ад, долго ли ты будешь мучиться там? Вечно». Это глупота. Да, подлинная детская книга, пишет дальше Чуковский, должна была проникать в детскую среду контрабандой. Таким, собственно, образом, как он в этой же книге рассказывает, например, «Конек-горбунок», воспринимавшийся совершенно как книжка для взрослых, печатаемая в библиотеке для чтения в взрослом журнале, уходит в коробейничество, в афенские вот эти лубочные книжки, которые продают там на ярмарках и базарах, и уже через некоторое время возвращается в обиход, так сказать, большого литературного процесса совершенно настоящей детской классикой. Отдельно интересный сюжет, что многие детские книжки, книжки, которые мы воспринимаем как детские, вовсе не писались таким образом, и речь не о произведениях и школьной программе, о которых мы часто говорим на полке, «Война и мир» не было написано для детей, а речи, не знаю о чем, о сказках Пушкина, о сказках как таковых, сказки из сборника Афанасьева, например, цензура из детского сборника Афанасьева, цензуру пыталась как-то прижать и запретить на основании того, что они вредны для нравственности и учат детей каким-то... Ну, не тому учат. Но Юра фольклора, он сам по себе всегда чрезвычайно, как бы сказали бы, крипов, страшно. Это как братья Гримм, нет никакого сиропа. Иротизированный, и в сказке оригинальный, народный, о Золушке, её сёстры, например, как сейчас помню, отрезают себе одна пятку, другая пальцы, ноги, чтобы втиснуться в эту туфельку и прочее, прочее. Но мы вообще пропустили между этим вот концепцией маленького ребёнка, как маленького взрослого и гуманистическими идеями Чуковского мы пропустили важный, так сказать, переходное звено, романтическое и ещё русоистское идея, стоявшая в том, что не ребёнок, маленький взрослый, а взрослый в лучшем своём проявлении, идеальном, должен стать как ребёнок, потому что ребёнок чист, не испорчен, он и есть природное существо. Будьте как дети, опять же, евангельское. Конечно, но... да, и романтизм с его интересом вообще к младенчеству человечества, к детству человечества, вот начал, например, раскапывать всевозможные сказки и собирать фольклор, интересоваться вот народным духом и народной жизнью. И понятно, что в этой своей фантазии о каком-то идеальном бытовании народа взрослых людей, писатели, взрослые, писавшие для детей, думавшие о детях, часто на самом-то деле не учитывали каких-то подлинных детей, живых, и не всегда таких уж, безусловно, душевно-невинных, добрых, честных и бескорыстных. Мне кажется, многие родители знают, что дети часто напротив кажутся довольно эгоистичными, бездушными существами обжорливыми. У меня нет детей, но я наблюдаю... Я абсолютно прав. Вот. И поэтому не вся литература, которая писалась даже и для детей, на самом-то деле учитывала их интересы, чего нельзя сказать, разумеется, о Чуковском, перед ним было множество людей, которые решали за счет детской литературы какие-то свои задачи. Например, вот из неудачных примеров обращения взрослых писателей к детям. Можно вспомнить вот прям такой тренд Серебряного века, когда чуть ли не все поэты от символистов до Бунина писали детские стихи, вернее, они писали стихи для детей, потому что детскими их, вот честно сказать, сложно назвать. Ну, я... Там мне приходит в голову цикл Константина Бальмонта, а кто знаком с его творчеством, я думаю, уже скептически отнесется к идее детских стихов от Бальмонта, потому что цикл его под названием «Фейные сказки» был посвящен его четырехлетней дочери, но, надо сказать, этот цикл отличается всеми характерными чертами бальмонтовской поэтики. Они абсолютно двусмысленны в эротическом смысле, они жуткие довольно, они сложные и вычурные с точки зрения стихосложения. Совершенно непредставимо, чтобы четырехлетняя девочка могла их прочитать, и более того, уже в посвящении Бальмонт строго наказывает дочери только не плакать, предполагая, что у нее не будет основания зарыдать, читая такие стихи. То есть символисты просто искали в этом воображаемом мире детства что-то свое, ну, там, уход от реальности, выход в иную реальность. Но вслед за ними другие взрослые в другие эпохи, опять же, вот вы говорите, мир детства — это мир игры. Вот этот мир игры становился миром, убежищем, таким скопистским убежищем для разных взрослых в разные периоды истории. Вот русская эмиграция, которая вся, все тексты русской эмиграции, они, если не для детей, то они про детей, например. То есть, не знаю, Саша Черный писал в первую очередь для детей, хотя вовсе не только, но во всех его рассказах, в том числе взрослых, непременно есть дети-герои. У Аверченко в его эмигрантских рассказах всегда есть какая-нибудь голубоглазая, кудрявая девочка, которая рассказывает про свою куколку, а в промежутках задумчиво спрашивает рассказчика, скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков? Ребенок, да, просто образ ребенка стал таким образом утраченным. Рассказ называется «Трава, примятая сапогом», что характерно. Да, и что как бы мир детства – это такой мир утраченной идиллии, утраченная Россия, чистота и счастье. И, возможно, некоторые беспечности навсегда потеряны для взрослых, измученных как бы беженской жизнью своей. Любопытно, что с наступлением вот этого нового восприятия ребенка как ребенка, то есть не маленького взрослого, возник такой концепт в принципе детской комнаты только в XIX веке. То есть пространство, где ребенок должен жить отдельно от взрослых, у него должен быть свой мир, благодаря которому он как можно дольше останется ребенком, и его не испортит этот ужасный мир взрослых. Да, ну, конечно, взрослые до какого-то наступления более-менее буржуазного благополучия, в общем, живут в повалку, да, и все живут в одной общей комнате, и даже спят в одной общей постели. Мир детства и мир взрослых в традиционной культуре практически не отграничены. Кстати, по поводу вот этих решений взрослых задач за счет детей, да, как Варя правильно говорит, они бывают такие, ну, скажем, эгоистическими, сочиняя что-то для детей, писатель-эмигрант восстанавливает хотя бы в тексте свой утраченный рай. Но они же бывают и, что называется, альтруистическими, и опять-таки ребенок оказывается совершенно по боку этой истории. До романтизма, да, до руссоизма, мы знаем, существует просветительство, существует культрационализм, который тоже необходимо ребенку привить. В это время детям начинают рассказывать целые энциклопедии. Опять, извините, я обращусь к книге «От двух до пяти», где Чуковский, опять-таки немного утрируя, рассказывает о воспитательных методах великого английского философа Джона Локка. Лозунгом педагогики стало обогатить детей возможно скорее наиполезнейшими научными сведениями по географии, истории и математике. Далой все детское присущее ребенку всякие игры, стишки и забавы. Нужно только взрослое, ученое, общеполезное. По системе Локка удавалось так чудовищно обрабатывать бедных младенцев, что они к пятилетнему возрасту могли показывать на глобусе любую страну. Жаль только, что к десяти годам эти миниатюрные Локки становились поголовно идиотами. Легко ли не стать идиотом тому, у кого насильственно отнято детство? Вот эта самая рационализаторская просветительская модель обращения с ребенком в книгах, она сохраняется и сейчас в сильно видоизменившемся виде. Допустим, советский нонфикшн о техническом прогрессе, о научных изобретениях, замечательный нонфикшн, которым мы до сих пор можем пользоваться, да, какие-нибудь книги Ильина или недавно переезданный Матвей Брайнштейн, рассказывающего о солнечном веществе. Они, с одной стороны, действительно очень увлекательно рассказывали о науке, да, не как французская энциклопедия, с пониманием, какого возраста люди это учат. С другой стороны, они, конечно, готовили будущих ученых и строителей до социалистической индустрии. И, наконец, нынешний нонфикшн, который тоже отчасти очень технический, когда мы приходим на книжную ярмарку или в книжный магазин и встречаем огромные красочно изданные с великолепными иллюстрациями, очень дорогие, но рука сама тянется в карман книги для детей. Это все упаковывается в таком порядке инфотейнмента, где картинка важнее, а текст только к ней пояснение. В первую очередь нам важно привлечь, заинтересовать, показать, что это, так сказать, прикольно, да. У меня пришла в голову просто метафора, ну, вернее, она, видимо, пришла не мне в голову, а Олеше, потому что вот когда ты говоришь, что, ну, вот такие научно-ориентированные книжки, книжки, которые делают снова как бы делают детей взрослыми уже иначе, как бы более осмысленно, им предшествовали ведь всякие, ну, не знаю, когда Гайдар пишет Тимур и его команду, он пишет о детях, которые не могут позволить себе детство или родители не могут обеспечить детство по вполне объективным причинам. Потому что были в русской и советской истории периоды, когда, ну, с детства было туго, потому что просто война, революция, гражданская война, не знаю, беспризорники и прочее, прочее. И вот мне пришло в голову, что в сказке «Три толстяка» показан в каком-то смысле этот переход, может быть, даже совершавшийся в русской литературе. Там сидит наследник Тутти в этой своей комнате, о которой говорила Полина, в детской комнате, причем гипертрофированной. Там у него все огромные игрушки, которые, знаете, как бы показатель статуса, но в них невозможно... Среди них страшно скучать. Но в них невозможно играть, пока одна из этих игрушек не оказывается живой девочкой, и он как бы не выходит на площадь к людям и не начинает заниматься делом и строить революцию. То есть мы как бы отрицаем старую модель, отодвигаем вот этого ископистского действительно существования в своем мире грез среди игрушек и включаем человека в кипучую жизнь новую. Вот у нас самый главный детский бестселлер последние десятилетия это сага Роулинга о Гарри Поттере. Гарри Поттер это тоже ребенок, лишенный детства, который сначала живет у абьюзивных дядюшки и дедушки в чулане 10 лет, потом оказывается, что ему надо спасать волшебный мир, теряя попутно друзей и близких. Но тоже ископизм. Да, это ископизм, но непонятно, то есть мир Гарри Поттера страшно увлекателен, в нем всем, как известно, хочется получить билет на Хогвартский экспресс и письмо из Хогвартса, но при этом этот мир достаточно страшный. Да. А читая сейчас своему старшему ребенку Гарри Поттера подряд в карантинные вот эти месяцы, я каждый раз думал, что на этом романе, пожалуй, стоит остановиться, но он, конечно, требовал еще и еще, хотя я видел, что, в общем, не то, что ему комфортно со всеми этими дементорами, Вальдемортом и прочими. Ну, понятно, что первая часть, она, может быть, рассчитана на ребенка начальной школы, но следующая часть, они как раз рассчитаны на то, что ребенок взрослеет, да, то есть каждым годом он может высказать все более сложную информацию. Мне кажется, произнеся название Гарри Поттер, важно вовремя остановиться, потому что, как мы знаем, фейсбучные треды «Как можно в здравом уме топить за слизерин» собирают по десятке тысяч комментариев в течение десяти с лишним лет. Ну, очень любопытно, как раз, про то, что говорила Варя, что с революцией меняется романтическая концепция детства на утопическую концепцию детства, и что ребенок опять становится с полноправным героем, и даже более полноправным, может быть, чем его недалекие буржуазные родители, ему нужно включить... Может быть, он тоже бежит в какую-то другую реальность, но это не реальность сказки, а реальность будущего, которую нужно построить. Есть... У этого есть понятная причина. На самом деле, там, революционеры, в этом смысле, как просветители, они смотрят на этого взрослого, которого надо воспитать, и понимают, что с ним уже ничего не сделать. Он уже абсолютно закоснел в пороках в случае просветителей или в своих религиозных предрассудках опиума каком-нибудь и действительно мещанских, или крестьянских, и прочим. Есть, например, замечательная, совершенно правда, не детская книжка Александра Рожкова о том, как создавалась фактически молодежь 20-х, и хотя там о людях старшего возраста, но эти люди, крестьянские дети, которые идут в Красную Армию, они там впервые учатся читать, и они просто получают новое сознание вместе с новым языком. Понятно, что чем младше читатель, тем проще с ним эту операцию произвести. Мы знаем, что самые радикальные из большевистских идеологов прямо предполагали изымать новорожденных буквально детей из семей, оставить семью только, как сказать, инкубатор для рождения новых людей, а этих людей воспитания поручать уже ответственным социалистическим педагогам. Да, такие проекты, естественно, не пошли дальше бумаги, но они существовали. Революция. Что мы можем сказать о революциях именно в истории детской литературы? Вот давайте попытаемся вспомнить какие-то моменты, когда все шло-шло по своей накатанной колее, и потом бах, поехало куда-то совсем в другую сторону. Какие имена и какие названия здесь решительно изменили ход истории? Тише-еж. Мы уже назвали Чуковского. Чуковского начинается совсем другая эпоха, которая им достаточно так ясно была осмыслена и проартикулирована, и осмыслена на каком-то теоретическом уровне, но, наверное, где-то вот в начале этого крокодила стоит какая-то гениальная интуиция, с которой все начинает действительно... Да, он рассказывает, что он просто читал заболевшему ребенку, значит, жил-ды был крокодил, он по Невскому ходил, и как-то это его успокоило, а дальше пошло. Но, на самом деле, да, мы говорим Чуковский, но Чуковский он не один, за Чуковским возникают некоторые институции. Выясняется, что вот эта история детской литературы, она во многом связана с тем, что появляется какой-то кластер людей, желающих что-то новое для детей сделать. Да, вот в второй половине девятнадцатого века возникает издательство «Маврикия и Вольфа», которое издавал вообще на самом деле все подряд, но он издавал и зарубежную детскую классику, там, Жюля Верна, в так называемой «Золотой библиотеке», и все это читали, и он издавал журнал «Задушевное слово», который вот буквально воспитывал там несколько детских поколений. Или в двадцатые годы возникает детский отдел Лен-Издат, ленинградский отдел Дитгиза, по-разному там это можно все назвать, это одна и та же организация, где работает, который заведует Самуил Маршак при тесном сотрудничестве Чуковского, и появляется целая генерация вот этой детской литературы. Куда бы мы не посмотрели на вот ту классику, о которой мы говорим в двадцатом веке, будь то стихи Хармса, будь то там, например, даже «Волшебник изумрудного города», который, как мы знаем, такой достаточно точный перевод Фрэнка Баума. Но за которым последовала серия уже... За которым последовала серия совершенно самостоятельных сиквелов, да, будь то, опять-таки, вот этот научпоп и естествознание вроде Виталия Бианки, куда бы мы не смотрели, за всем этим стоит имя Маршака как организующий сил. Да, получается, что журнал и какая-то редакция это вот действительно те, кто делают революцию в детской литературе, и в истории русской детской литературы таких журналов можно назвать, наверное, штук пять или шесть. Да, но у Маршака была еще вот эта секция детских писателей и издательства, которыми он руководил, и, в общем, он получается, что был таким генеральным продюсером детской литературы на протяжении как минимум десяти лет и действительно все развернул совершенно в иную сторону. Хотя вот на это начатое им течение тоже обрушилась партийная критика и разрушила его в конце 30-х годов. Мне кажется, что каким-то переломным моментом был, как ни странно, уже не связанный ни с какими институциями, вообще ни с чем произошедший вопреки всему выход первого сборника Николая Носова. Я только сейчас понял, что вот этот сборник фантазера, который включает в себя всю нетленную классику, Мишкина каша, тук-тук-тук, живая шляпа и все такое прочее, что все эти рассказы были написаны с 39-го по 45-й год. Вот. Это самое жестокое время, которое в истории России, наверное, за все времена. Знаете, я читала тук-тук-тук как хоррор, поэтому немножко в детстве. Он есть хоррор, простите, по ночам. Но это тоже такой смешной эскапистский хоррор. А живая шляпа это триллер. А кто там ползает под шляпой? Оказывается, это котенок. Вот. В общем, и они идут действительно наперекор всему, потому что литература той эпохи, она так или иначе воспитывает, она решает какие-то морально-воспитательные проблемы, она призывает ребенка обратиться к помощи взрослых или к помощи коллектива, или, ну, вот стать, готовиться к тому, чтобы стать будущим строителем и защитником и так далее, и так далее. И тут у Носова ничего этого нет. Дети вообще ничего не хотят. Они никому не обращаются, никакая помощь им не нужна, ну, кроме помощи с выяснением, кто же ползет под шляпой. Это совершенно беззаботный, живой и радостный мир, даже когда он их погружает в реалии пионерского лагеря или там колхоза, как в дневнике Коли Синицына, где они должны помогать собирать урожай. Это все равно какой-то чистый фан. Вот. И удивительно, что это происходит именно в 45-м году. Вот режиссер учебных кинофильмов для школы, не писатель без литературного бэкграунда и образования, вдруг вот в одиночку совершает такой переворот. На нашей памяти, да, происходит еще одна такая революция, связанная с концом 80-х, началом 90-х, когда становится, а вдруг все можно. И я хотела сказать, когда мы говорили о детских журналах, что вот чего мне жалко, какого жанра явления, которое, мне кажется, интернет похоронил навсегда, так это детских журналов, потому что и когда мы с Левой были малы, у нас был любимый на меня обоим, кажется, журнал «Трамвай». Да, «Трамвай», который делает прекрасный, слава богу, ныне до сих пор живой, здоровый, активный Тим Собакин. Никакого трамвая, к сожалению, уже нет, но эти авторы остались, где публикуются там и Остер, и Усачев, и вот вся эта уже современная детская классика, но там же публикуется и «Хармс», там же публикуются и, например, «Пастернак», и «Заболоцкий», и «Цветаева». Ну, опять-таки, практика адаптации совершенно не детских текстов к детской аудитории, и вообще выглядит это как совершенно инопланетно и не здешне. Вот не было такого, но появляется трамвай и становится агентом всей этой яркости, провокативности, которая затем становится на несколько лет знаком новой русской детской литературы. Вот интересно, действительно, «Трамвай» выглядит как совершеннейшая революция, но вы говорите про яркость и провокативность, и я тоже самое вспоминаю про веселые картинки. Могу сказать про веселые картинки 80-х годов, где печатаются там гарантийные «Человечки» Успенского и стихотворения Григорьева, и где работают лучшие художники-концептуалисты, там, Пепперштейн, наш любимый, первую иллюстрацию, первый свой гонорар получил за иллюстрацию к веселым картинкам. Вот, и вы не помните, чья повесть «Приключения Ябеда-Корябеды»? Это Успенский или нет? Не помню. Так или иначе, и повесть «Приключения Ябеда-Корябеды», которая печатается с продолжением в каждом номере, и в котором рекомендуется положить журнал под подушку, когда ты ложишься спать, чтобы тебе приснилось краткое содержание предыдущей серии. И я, конечно же, так делал, засыпался с журналом под подушкой, и наутро пытался вспомнить, какая же экранизация, какой части этой «Корябеды» мне приснилась. А автор Александр Семенов, опечаталась она в «Мурзилке», а не в веселых картинках. «Мурзилка». Давайте «Мурзилку» сюда тоже подверстаем, потому что, да, без «Мурзилки» жизнь была бы скучна. Я какое-то время назад хотел поговорить о том, а что же сейчас, какое же сейчас, какое видение детства и какой тип разговора о детстве наступил вот после этой поздней советской беззаботности. И, наверное, это время пришло. Мне кажется, что та литература, которую мы видим вокруг себя и то отношение к ребенку, которое практикуется в каком-то городском образованном российском обществе, ну, это почти такое напряженное и внимательное и чуткое отношение к ребенку. Ребенок – это что-то, с чем надо постоянно работать. Осознанное родительство. Осознанное родительство. Это предмет работы. Надо работать над отношениями, надо работать над тем, как вы общаетесь. Над собой. Надо работать над собой, конечно. Ну, и над ним тоже надо следить за тем, чтобы он получал правильные знания, развивался вовремя, ну, как-то поэтапно социализировался и так далее, и так далее. И ни в чем бы не знал принуждения. Да, и над этим тоже надо работать. И я не говорю сейчас о каких-то совершенно выдающихся случаях вот такого родительской опеки. Это просто что-то, что разлито в воздухе, что-то, что, по-моему, проецируется и на литературу, потому что бум нон-фикшена, который мы наблюдаем вокруг себя, который совершенно не было там в 70-е, 80-е годы, это тоже попытка снабдить детей знаниями, которые позволят им ну, вот как-то проработать свои скиллы. А переводная литература, скандинавская, прежде всего, это попытка решить, дать ребенку какие-то навыки для ориентации в современном мире, сделать его более терпимым, более внимательным к людям с теми или иными особенностями и проработать травмы и так далее. И говорить то, о чем вообще обычно не говорят. В этой картине мира все люди с особенностями. И это тоже важно. Именно. И это тоже предмет работы, это то, над чем литература работает. Вот, я не говорю, что это плохо, но вот удивительно, как мы переехали, совершенно не заметив этого, из одной эпохи в другую, из эпохи, ну, там, трамвая и веселых концептуалистов в вот эту, ну, как бы, серьезную, вдумчивую, ответственную парадигму отношения к детству. Ну, она с одной стороны такова, а с другой стороны вот этот вот феномен кидалтов, о котором было принято еще в начале нулевых говорить, да? Да, это оборотная сторона того же самого. А это взрослый, который не пытается укрыться, значит, в мире детства от невыносимой действительности, которую он не может, на самом деле, не осознавать. Это взрослый, который сам играет в лего или в видеоприставку. И читает комиксы. Читает комиксы и одержим тем же неутайлимым любопытством, как бы, да, и любознательностью, чертами, которые традиционно с детством и ассоциируются. И нежелание брать ответственность. Вообще происходит какая-то фетишизация возраста. Нет, ну, может, как будто бронима. Я не имела в виду бронить этих людей. Я говорю, что в этом есть и положительные черты. Нет, я говорю о том, что есть какая-то фетишизация возраста, да, которая вот в появлении ниши янг-адалк очень чувствуется. Есть книги, которые для людей, понимающих про себя. Мы еще не совсем взрослые, да, мы не будем читать там всего этого вашего. Никто не стремится взрослых. Но мы уже не дети, поэтому мы не будем читать сказки, а будем читать там «Голодные игры» или еще что-нибудь в этом роде. Я не очень слежу за новинками. Да, но при этом это на самом деле такие же, те же романы воспитания, те же, да, романы взросления, решающие мировые проблемы, которые были и раньше. Кстати, недавно столкнулась с делением детской литературы на определенные типы возрастные в статье из «Нью-Йорк Таймс» про детское чтение как раз как бы «Большой-большой лонгрид», где, в общем, как-то тоже у меня в голове немного все это устроилось удобным образом. Условно, от рождения до трех лет, понятно, мы покупаем детям какие-то совсем простые книжки в мельбухе с картинками, и к литературе, наверное, детской это мало имеет отношения. Но вот там с двух до восьми как раз дети начинают читать красиво иллюстрированные книги, сказки, истории, которые и взрослым очень нравятся, потому что они очень эффектно сделаны. И героями таких книг, как правило, становятся животные, потому что, во-первых, детям нравятся животные, а во-вторых, именно герои животные помогают детям посмотреть на свой опыт с безопасной эмоциональной дистанцией. И к тому же животные, они обычно гендерно-нейтральны, поэтому подходят детям обоих полов. И по поводу животных, недавно читал, не помню сейчас уже где, тоже американскую статью о подарках, которые никто из детей не хочет под елкой. И это книги про экологию, про то, как все животные скоро умрут. Там целые неврозы и те рыдающие какие-то девочки, которые прочитали, что в пластике в воде уже больше, чем рыбы. И это твоя проблема, девочка, а не наша уже. На самом деле, по поводу того, что читать с детьми и что читают детям, это прекрасный тест для литературы, будучи взрослым, прочитать то, что ты когда-то любил ребенком, своему ребенку. Ну, это замечательно, что мы уже представляем себе такой тест, потому что чуть едва ли не первым, Белинский взмущался, что детская литература просто настолько скверного качества. И говорил, что детям лучше вовсе грамотно не знать, чем читать исторические сочинения господина Фурмана, и что детская литература должна быть интересна и нравиться и взрослым тоже, и отвечать всем требованиям ее. А поскольку, говорил Белинский, к сожалению, такой детской литературы у нас нету, выберите ребенку, подходящее под его уровень, дайте ему басни Крылова. Да, нет, ну вот, например, я могу точно сказать, что конек-горбунок, как Чуковский пишет, не утрачивает своего очарования до сих пор, и вряд ли это его утратит, что остров сокровищ Стивенсон проглатывается на ура, а с Жюлем Верном, да, особенно с его длинными переходами из одной страны в другую, уже появляются какие-то проблемы. На Жюля Верни, надо сказать, я в детстве уже начал роматься, а вот Майн Рид и Фенимор Купер, нет, я был очень ответственным и дисциплинированным ребёнком, я всё это читал от начала до конца, но вот то чувство какой-то неизбывной нуднятины, которая всё это сопровождала, я помню до сих пор. Нет, Фенимор Купер, да, Фенимор Купер и Луи Буссинар мой выбор. Самая страшная нуднятина, которую я до сих пор читал детям, при тем детям нравилось, я просто, значит, лез на стену, это была книга «Муфта, полботинка и маховая борода». Я запомнил в детстве, что это ужасно весело, я не знал, когда всё это кончится, но почему-то в детстве это работает. Литературу, которую обычно читают дети с 8 до 12 лет, условно считают самой лучшей детской литературой, в ней ещё нет каких-то совсем сложных проблем и, не знаю, сцен насилия, секса и каких-то, не знаю, сложных, в общем, это ты просто не читала фейны сказки Бальмонта. Да, да, да. Но, тем не менее, они задают какие-то философские проблемы, и, что любопытно, протагонистами таких книг становятся именно дети, и, как правило, в этом мире как будто вообще нет взрослых. То есть дети, они самостоятельно решают все сложности, с которыми они сталкиваются. Ну, и с 12 летом, и старше, это понятно, что это Янг Далл, это литература, где как раз насилие и секс и прочие сложности. Всё это, на самом деле, настолько условно, потому что такие разные дети читают такие разные книги, что это только для маркетологов работает, а для детей, мне кажется, уже не очень. Ну, и, кстати, любопытно, что Янг Далл литературы зачитывают совсем не юные люди, да? То есть это прям такой тренд. Ну, мне кажется, что предшественница всей этой Янг Далл это, например, Лидия Чарская, о которой говорится в нашем обзоре детская литература, хотя, конечно же, она писала, ну, не для маленьких детей. Её героини, они гимназистки средних классов. Ну, где-то в десяти, может быть, но они быстро вырастают. И надо сказать, что вот на меня она очень даже действует до сих пор. Может, меня презирать? Нет, презирать вас за это никто не будет. Детская литература тема необъятная и не до конца ещё открытая, но вот Полка постаралась исследовать историю вопроса максимально полно, насколько это возможно в рамках одной статьи на интернет-сайте, так, чтобы вы её успели долистать до конца. Заходите на сайт polka.academy в раздел материалы и читайте, во-первых, материал детское чтение и история в событиях, а во-вторых, те другие материалы из этого блока о лучших детских книгах, которые, ну, вот, появятся постепенно на нашем сайте. Прежде чем мы расстанемся, я хотел бы сказать ещё, что следующий выпуск нашего подкаста мы хотели бы записать, опираясь на вопросы наших слушателей. Давайте, наконец, уже не только мы будем говорить, но и вы нам чего-нибудь расскажете, ещё лучше о чём-нибудь нас спросите. И все эти вопросы мы, как минимум, прочитаем и постараемся на них ответить во время следующей записи. Присылать их можно любым удобным способом. Наверное, самый доступный это написать личное сообщение в одной из соцсетей полки в Фейсбуке или ВКонтакте. Впрочем, если вы напишите комментарий к любому нашему посту, мы тоже это увидим. Вот и в Телеграме появились комментарии, так что пользуйтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Во-вторых, я не устаю повторять, что в этом выпуске мы представляем наших прекрасных партнёров. Подкаст «Так вышло», который записывают на студии либо-либо Екатерина Крангаус и Андрей Бабицкий. Подкаст «Так вышло» это разговоры об этике. Ну, не о какой-то абстрактной всемирной этике, а о тех ситуациях, в которых мы, современные люди, оказываемся в нашей повседневной жизни. В каждом выпуске подкаста «Так вышло» журналисты Екатерина Крангаус и Андрей Бабицкий говорят о сложных этических казусах и о том, как меняется мораль вокруг нас. Новый сезон подкаста «Так вышло» это разговоры о главных ценностях и базовых понятиях дискуссии на темы этики и морали, о любви и равенстве, о милосердии и лжи, об ответственности и чести. Подкаст «Так вышло» выходит по пятницам. Мы оставим ссылку на него в описании. Привет! Это подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус. А я Андрей Бабицкий. Каждую неделю в этом сезоне мы будем обсуждать базовые ценности. Мы подумали с Андреем, что все споры рождаются из-за того, что люди не договорились о самых базовых ценностях. Мы поговорим о прощении, милосердии, любви, равенстве, справедливости и всяких других важных вещах. Слушайте нас каждую пятницу в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и ставьте нам оценки и оставляйте комментарии. А это была «Полка» проект о самых важных русских книгах и в студии были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сопрыкин. Слушайте нас, читайте вместе с нами. До новых встреч!